частные розарий оксана и сергея штепа здравствуйте милые друзья я обнаружила ну сайт незнакомого мне скажем так питомника они сами выращивают розы это в домодедово под москвой есть телефон вот видите спрей розы флорибунды очень много конечно роз японские почвопокровные плетистые и розы голландской немецкой селекции английской селекции есть у них и отдельно вот какие-то их новинки видите на 21 22 год вот видите 21 22 год ну вот начала смотреть новинок ну все розы конечно новинки подороже чем у них будут другие розы по 600 видите по 500 розы конечно красивые но я им позвонила поговорила там с девушкой ну в общем то ну что то мне не понравилось разговорить с ней просто я часто общаюсь с другими питомниками которые ласково к себе с тобой разговаривают все тебе отвечают на все твои вопросы розы конечно хорошие розы в наличии очень много я как-то ей позвонила спросила говорю у вас все что на сайте есть в наличии она сказала многие распроданы кроме в они на сайте отмечены или нет да все отмечено но я что-то не заметила что были проданы много ну в общем вот как то так конечно вначале я вроде бы согласилась потратить 2000 там от полутора тысяч заказ вроде бы так согласилась думаю ну ладно выброшу 2000 зато буду узнать что а может быть хорошие пришлют как бы 50 на 50 риск но потом решила с вами пообщаться думаю пообщаюсь теми кто может быть уже заказывал и имеет какое-то представление уже об этом питомнике питомник существует как там написано 25 лет то есть давно но должен нормально розы выращивать выращивают они не в теплицах а под открытым небом так я и не поняла не на зиму закрывают или не закрывают но вот как разговор у меня не получился с девушкой такой чтобы я точно знала что все ответы на свои вопросы конечно очень большой такой вот миазард и прям желание заказать хотя бы 5 роз но но не знаю роза в общем-то в ценовой такой политики как по всем питомникам не дороже не дешевле но все есть даже и аспирин и пьер дарансар есть то есть все что как бы я хотела вот заказать все есть но так боюсь пересорта поэтому не знаешь будет пересорта или нет пересорта почитала отзывы там очень много отзывов 650 с лишним отзывов и но все настолько вот разные что кто-то хвалит кто-то ругает кто-то хвалит кто-то ругает кто говорит здорово супер кто-то говорит плохо ну тоже непонятно но конечно хочется хочется так заказать конечно но в этом году я уже на пересорт нарвалась у меня получилось 6 рост пересорта одна причем у элита я на него не думала вот тоже пересорт получился и по характеристике она хуже чем та которую я заказывала но в общем и на старуху бывает проруха и в хороших питомниках тоже это был случается и бывает но не хочется одна роза еще из десяти нормально но когда все пересорты пересорт то это уже извините так не хочется конечно попасть такой просак вот здесь у них рафлс серия у меня и диан только рафлс а здесь еще и больше и конечно вот эта серия рафлс очень красивые вот роза немецкой селекции у них ну тоже в отличие и ларисы и жасмина все красивые розы давно они уже на слуху все они есть конечно красивые некоторые розы но только бы конечно не пересорт даже если будет слабенький слабенький саженец но его можно в конце концов выходить какая красивая роза эшра браш вот видите аспирин есть но когда пересорт меня это очень расстраивает и даже если роза сильная и красивая вроде бы но все равно меня это расстраивает и я в этом году многие просто подарила что мне расстраиваться подарила соседям потому что некоторые цвета не люблю которые мне прислали некоторые цветок не нравится ну пересорт это в любом случае очень плохо если бы у меня было мало роз я бы смирилась может с этим как-то кто себе только начала их заказывать может быть тоже бы смирилась но так как я уже хочу то что хочу то мне уже пересорт конечно не нужен если бы они пересортом прислали бы розу такую но очень такой вот из моих желают желанных роз то может я и смирилась бы как-то вот если понравилась мне чайно-гибридная но хорошо ой хорошо яркая такая своими окантовочками ну вот решила с вами посоветоваться поговорить ведь ну кто-нибудь заказывал наверное в этом питомнике домодедово потому что я давно уже слышала о том что у нас в домодедове есть питомники и и все время только с краснодарского края заказываю думаю здесь же ближе и они более может адаптированные к нашим условиям августа луиза красавица в общем решила с вами посоветоваться потому что вот сколько я вот советую советы всегда вы присылаете хорошие молодцы всегда откликаетесь советуете ну в общем мне нравится что наше общество садоводов такой вот сплоченное дружное и всегда помогает правильно сориентироваться в таком вот сейчас сложном конечно розовом мире потому что на весну я ничего не заказала я смирилась уже с этим буду заказывать на осень если получится то загадаю и опять ничего не закажу но в принципе у меня много заказанных было роз и мне надо с ними конечно еще разобраться изучить их потом заказать новенькие нету на осень я конечно уже листочек составила но хочется что-нибудь и весну эти навалис есть потому что весной но тоже захочется чего-то ждать как распустится я так люблю новинки ждать вот я смотрю на нее на этот бутончик скорее бы он распустился показал цветочек и какой он будет красивый тот который я заказал или не тот то есть конечно люблю когда весной есть новиночки сразу заказываешь сразу они растут цветут все видишь а осенью ой сколько ждать много ну вот сейчас посмотрели мы немецкой селекции теперь голландской селекции ну тоже конечно роз много роза красивые роза конечно так есть из чего выбирать но конечно был бы питомник ответственный мальцы вот как много значит но я расспросила ее сейчас раковой раковые заболеваниям у роз из питомников получают она сказала что мы так обрабатываем среди у нас никогда ничего не было ну не знаю но правда и в отзывах тоже не пишут про раковые заболевания пишут про работу про плохую работу питомника ну жду от вас комментариев пишите обязательно даже потом если вы там зайдете что-то узнаете пишите потому что и люди тоже читают все эти комментарии и тоже ориентируются вот я даю видите штыра роза с их адрес их сайта и вот по телефон по которому я звонила всего доброго я